Помазанная вода. Шалом! Здравствуйте! Слышали ли вы о помазанной воде? О чем вообще речь? Бог может использовать любое средство, чтобы выразить себя. Например, через воду. Помните случай в Евангелии от Яны 5 глава 2-4 стих? Посох. Помните, как Господь сказал Моисею, простри руку свою, и повели, и море разделится. Книга Исход, 14 глава. Бог может использовать звук. Помните, как Павел и Сила воскликнули, когда были в тюрьме? И двери темницы распахнулись, и цепи упали. Деяние, 16 глава. Помните Иисуса Навина? Как люди воскликнули Аллилуйя, и стены Ерихона пали. Книга Иисуса Навина, 6 глава, 20 стих. Бог может использовать платки и опоясания, как об этом написано в книге Деяния, 19 глава. Люди приходили, прикасались к платкам и опоясаниям, и исцелялись. Бог может использовать любое средство. А это одно из средств. Вода. Бог, изумительный Бог. Он делает чудесные вещи. О, и он не изменяется. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Вода — это просто символ. Но исцеляет сам Бог. Это не вода действует, но Бог сам действует. Он действует через воду, за которую помолились. Вот это для вас. Благословение Бога для тех, кто верит. Давайте посмотрим, что произошло здесь. Мой сын выпил кислоту и обжег пищевод. И после этого он уже не может кушать через рот. Ему в прошлом году, в ноябре, врачи поставили трубку, и через трубку заливают жидкую пищу. Пожалуйста, помоги нам, помоги нам. Помоги, мой сын выпил кислоту. Он выпил в ноябре кислоту прошлого года. Я сейчас побрызгаю на него водой, и он сможет есть через рот. Аминь. Аминь. Отец, спасибо тебе. Открою ротик. Пей, пей. Пей, пей. Давай, где? На горло давай побрызгаем. Пожалуйста, поднимите. Все, дайте ему кушать. Он исцелен. Спасибо, Иисус. Смотрите. Смотрите на экран. Он может кушать. После того, как на него побрызгали помазанной водой, он мгновенно исцелился. Спасибо, Иисус. В прошлом году, в ноябре, мой сын выпил кислоту, и у него был ожог пищевода. И он не мог кушать пищу через рот. Он мог только принимать пищу через трубку, которую врачи ставили через нос до желудка. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя хорошо. Тебя убрали трубку. Как ты себя чувствуешь? Очень хорошо. Давайте похлопаем Иисусу. Давайте посмотрим, что произошло здесь. Что вас привело в церковь синагогов всех наций? Я не могу видеть. Я уже 4 года вообще ничего не вижу. Ты можешь видеть? Нет. Ты веришь в Иисуса? Да. Вот у меня есть помазанная вода. Я сейчас побрызгаю на твои глаза, и ты сможешь видеть. Аминь. Как? Проверь себя. Проверь. Проверь. Ты сейчас находишься в Божьем присутствии. Смотри. О, моя сестра. Я вижу тебя. Я могу видеть. Сейчас твое исцеление завершится. Протри лицо, и твое исцеление полностью завершится. Ты видишь меня? Иди за мной. Иди за мной. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Вот что сделала помазанная вода. Четыре года вы не видели. Да. Когда я пришла на служение, я ничего не видела. Пророк побрызгал помазанную воду на мои глаза. И потом... И потом я стала видеть. Я почувствовала тепло, холод. Я смогла видеть. Вы не могли видеть. Я ничего не могла видеть. Я действительно ничего не могла видеть. Прежде. А теперь я могу видеть. Ее можно брызгать. Это вода. Ее можно... Можно брызгать на слепые глаза, и они будут видеть. Ее можно брызгать на кожу. Можно брызгать в глухие уши, и они будут слышать. Мы специально поместили этот надпись на воде, чтобы люди все правильно поняли. Вода ведь всего лишь символ. Но сам... Но Иисус Христос является силой. Все дело в Иисусе Христе. Это не вода имеет силу. Вся слава пускай будет только Богу. Это Божья благодать совершает эти великие чудеса. Это Божья благодать делает... Дает людям новую жизнь. Божья благодать... Дает здоровье. Божья благодать... Божья благодать дает бедным богатство. Божья благодать освобождает людей. Божья благодать... Выпускает пленников на свободу. Это благодать. И все дело в Иисусе Христе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok